Играю начиском с гроссмейстером. И скорее всего это будет защита Бинони, да, потому что я уже с ним играл ранее. Получалась приблизительно такая же схема. Здесь попробую сыграть вариант g3. И вывести слона, наверное, на f4. Но прежде всего нужно сыграть a4, чтобы не допустить ход b5. После чего явный перевес на ферзьем фланге будет у черных. А теперь, да, уже скорее всего нужно слона выводить на f4. Есть еще ход a5 здесь, чтобы не позволить сыграть b5 в будущем черном. Есть ход a4. Также ладья e1 неплохо смотрится. Наверное, выберу как раз ладья e1. Здесь ход тоже с идеей e4. И здесь слон g5. То есть хочу вызвать ход f6 или h6, чтобы создать какую-то зацепку для атаки в будущем. Ладья b8. Это с целью b5. Явно здесь a5 уже играю, чтобы на b5 взять на проходе. Ну и тут, наверное, ход fc2. Нужно дальше думать, какой выбрать план. Это либо атака на пешку h6, что сделать довольно-таки трудно. Либо игра по центру с помощью e4 и e5. Может быть, как-то удастся воспользоваться неудачным расположением коня на h5, который может попасть под темпы. Также есть перевод коня на c4. Например, здесь сыграть конь d2. Потом как-то сбить коня с e5 и установить его на c4. Есть еще такой план. Ну, кстати, почему бы и нет? Можно попробовать так сыграть. На h6 будет ход слон f4. Или даже здесь так сыграть. Не боюсь двоения. Моя главная цель – это поставить своего коня на c4. Чтобы не было уже продвижения, никогда c5. И вот соперник как раз это видит и мешает мне осуществить свой план. Ну, бить, наверное, нужно его. Хотя бы разок. Теперь ладья a4. У нас слон c3, естественно, bc. То есть все равно хочу поставить своего коня на c4. Поближе к пешке d6. Слона его потревожит теперь. Ну, достаточно непростая позиция. То есть пару ходов не туда, и можно просто получить силы хуже. Наверное, этот ход проходит здесь. Не пойму, для чего был ферст b6. А, вот как, жертва качества уже идет. Есть вариант сыграть ладья a1. Можно даже ладья h4 с идеей пожертвовать коня. И уже e4. То есть пожертвовать качество за коня h5. Как-то ослабить пешечную структуру, и после этого e4 прорываться. Наверное, так и нужно сделать. Есть также вариант слона f3. Но здесь будет ладья b8 с контратакой. Наверное, тут уже медлить нельзя. Нужно ходить e4. Правда, открою линия f, пешка f2 слабая. Но зато у него король может тоже быть слабым в будущем. Конь d1 попробую. То есть с идеей защитить пешку b2, и также перевести ферзян против e2 ближе к пешке h5. Создав какие-то потенциальные угрозы. На поле h7, например. Ферзь e2 здесь. Привязался к ладье. Наверное, уже нужно бить. Хотя там ладье e8. Конь e3. Маловато время, к сожалению, для обдумывания, потому что позиция непростая. Тут, конечно, 26 секунд явно мало. На a6 тоже бить нельзя. Слон d3 просто получаю. Ну и здесь, наверное, позиция у меня хуже, поскольку у него два слона. И также пешка h3. Хорошая запасная проходная. Так это можно назвать. Правда, здесь как-то я разгрузился. Еще, может быть, удастся даже пешку на h3 забрать. Здесь уже ничего не ясно. Ясно только то, что у меня мало времени. И вряд ли я что-то успею здесь сделать. Хотя попробуем. Не, все-таки не успеваю. Хотя, наверное, если бы я пешку не отдал на h7, то есть, допустим, там ход король g7, и, в принципе, не все так плохо. Я еще умудрился выиграть. Как-то не пойму, как так произошло, но я срубил ему флаг. То есть, вот в этой маншпиле, наверное, если не отдавать пешку на h7, а сыграть король g6 вот здесь вот, то я успеваю чуть ли не первый. Допустим, король e6, h7. Брать нельзя, поскольку я успеваю провести. Так что нужно играть, наверное, ладьей e6 или ладьей e8. На ладьей e6 тут есть еще какой-то такой вариант. Тоже, скорее всего, я прохожу первым. Остается ход ладьей e8. Вот в этой позиции h7. Ладьей e8. И, наверное, тоже король идет на g7. То есть, ладья как-то неудачно стоит. Ладно бы она стояла на a8, была бы длинная горизонталь для шахов, а здесь я успеваю открыть дорогу моей пешки g. И уже, скорее всего, эта позиция близко к выигранной. Спасибо. Спасибо. Спасибо.